Девушки отдыхают 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 Одеваемся Девушки отдыхают 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ну все, до свидания. Очень тяжело, конечно, человеку просто в плед, по большому счету, да, вот так жить 25 лет. Бывают и такие случаи, у людей просто срывают крышу, в кавычку. Я, Дадашуб Субхан, являюсь начальником федерального казенного учреждения исправительной колонии номер 56. Давыдов, Закиров, Ларионов, Исупов, Галимов, Савагуб, Урлов, Бармин. Часть самых опасных преступников, если взят по России, отбывают уголовное наказание здесь. И террористы есть, и маньяки есть, и убийцы, середины, насильники. Я могу смело сказать, что на сегодняшний день в нашем подразделении, в колонии, то есть, невинно осужденных нет. Все они виноваты. Я никого не жалею. Для меня только смертная казнь. За이트, Урлев, Hanover,uh, eh, ye, ye, ye. Идирь, te Lei, ye, 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 ye. Заворохин, Чугунов, Мифтахудинов, Курбанбаев, Душинин, Лысенко, Сулейманов, Бармин, Василий Анатольевич, Михалажев, Сметанин, Мазалов, Юлийсов. Камера Смирникова самый сложный был перевод. Мне заменили последнему. Открылась кормушка, то есть окошко, где подают бумагу. Ему подают бумагу, где написано крупными буквами указ президента. Смертную касть заменяет на пожизненное лишение свободы. Через пять минут он повесился. Другой повесился через три дня. На трусах. Четвертый просто-напросто взял себе, проколол в сердце. А если бы расстреляли так честно, ну избавили от всех вот этих мук, всех переживаний. Отсидеть двадцать пять лет и сказать, это неприятное ощущение. Даже такому, как мне. Я осужденный Еремеев Владимир Иванович. Я не убивал людей, нормальных людей. Я убивал негодяев. Вот эту, давай, ходите. Подождите, она закатится. Вот там надо снимать. Всего я отсидел из шестидесяти двух лет сорок с лишним лет в местах лишения свободы. Я отсидел больше всех. Судьба работы, чтобы все осужденные были накормлены в победу. С этой осужденной уже не способен на какие-то проступки. Голодный. Это все. Человек не родился преступником, правильно говорил Макаренко? Все мы хватим. Это правильно. Преступник просто становится человек. Я на путь преступления встал тогда, когда был голос в Тане. Когда у меня дома две сестренки и брат грызли деревяшки. Не было ничего жрать. Я убил женщину. Патронов жалко было. Патронов жалко было. На моих руках много крови. Макаренко Макаренко Субтитры создавал DimaTorzok 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 А я и не говорю, что я не сошел с ума Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот из этой категории 80 человек Одна треть с ума сойдет точно Отсидеть в таких условиях, может, человек очень сильный Духом Отсюда только выезжают! На Погост Продолжение следует... 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 У нас был такой случай, здесь у нас есть в колонии, который убил двух девочек, изнасиловал и убил. У нас было общее построение, и он скользил одного осужденного. Пнул его ногой. Мы стояли рядом. Вот я ему говорю, я говорю, Коля, ты что делаешь? Категория людей до середины 80-х годов, которая была самая презираемая. Их били, пороли, трахали. Ему набили потом рову, и все. Уже тихо и спокойно. То есть до него дошло, что может быть совершен суд еще и в зоне, что люди могут над ним еще совершить суд. Я здесь нахожусь в этой колонии уже 16 лет. Я считаю, это заслуженно. Меня зовут Андрей, фамилия моя Лебедев. Это уже 94-й год. Ни зарплаты, ничего нет. Но жить-то как-то надо. Ну и втянулся в банду. Я не был трезвый тогда, потому что мы уже выезжали тогда в лес, в лесу были. Вот. Изнасиловал я девушку. Впоследствии потом еще убил ее. Я ее убил ножом. Я ее в лесу просто там хворостом закрыл. Никто бы об этом и не знал бы. Просто через некоторое время меня ножом пырнули. Вот. И когда уже лежал в больнице там. И вот тогда я уже милицию вызвал. Признался в этом убийстве. Показал, где труп совершил все это. Потому что я понимал, что если бы я продолжал бы так же жить, вот, я бы сам по себе, я бы никогда не остановился. Поэтому мне надо было выйти просто из состава этой братвы. Они уже поняли, что я хочу с этим миром порвать. И в обиженку я сам уехал. Тюремные, по-тюремному, самая низкая каста. Если он там, допустим, ребенка изнасиловал, или там, мальчика там изнасиловал, это уже все. Его не уважают. Он никто после этого. Это наказание, как бы. Вот. И из него делают обиженного. Вот. Зовут меня Некращук Михаил Иванович. В Черном Беркуте я уже 18 лет нахожусь. Я по жизни обиженный сам. Вот. А так, в плане, в плане в бараке, ну, она, я убираю, подметаю там, где-то что-то убрать. Самая грязная работа, вот, в туалете, в туалете. Как правило, в столовых они пользуются только своей посудой. В бытность Чурбанова пытались ввести, сломать. В 70-х годах пытались это сделать, чтобы все ели с одних мисок. Результат, это для кого не секрет, во многих колониях, в десятках, сотнях колоний были убийства. Ну, есть еще категория осужденных, которые, так называемые, активные гомосексуалисты, которые добровольно идут. Вот. Их называют, но они рабочими петухами. То есть, они за чай, за курева вступают в половый контакт с осужденными. Это не секрет. Сам-то я, ну, чисто про себя я говорю. Чисто я по воле такой человек. Я такой и родился, меня тянет в наклонности к мужчинам. Подходит человек, мужик, подходит к нему, ну, чего, пойдем с тобой, туда сходим. Ну, он смело идет, без всяких задних мыслей идет, он соглашается. Они этим зарабатывают. Где-то заварку, где-то там пачку сигарет они найдут. На воле я даже вот, честно скажу, не задумываюсь об этом. И куда вот мне идти? Я-то сам не знаю, куда мне сейчас идти. Как бы вам сказать, то, что я уже в эту жизнь как бы впился, она для меня как бы, ну, второй дом. Я как-то уже привык к нему. Вот какое есть, такое есть. Я тебе... Вась, я тебе сегодня буду писать письмо на красивом листе. Ты его почитаешь, и все мои поздравления получишь через неделю. Вы какие молодцы, что вы мне позвонили. Юля, ты не обязательно пиши большие и длинные письма о том, как вы там, как ты на работу ездишь, и как вы с Васей все успеваете. Слушай, он мне таким здоровым кажется. Мне кажется, он был... Мне кажется, он был у нас меньше. Ох, Васька, здорово! А что ж ему на день рождения-то тебе подарили? Я получаю письмо совершенно от незнакомой девушки. Дело в том, она не просто так мне написала, что вот... Она написала из-за того, что у нее было несчастье, ее убили отца. И она сама была изнасилована в 14 лет. Вот просто узнать такого человека, который вот совершает преступление, убийство там, изнасилование... Вот она хотела просто понять вот это. И вот у нас такая переписка с ней пошла. Мы переписывали с ней почти 6 лет. В дружбу перешло. Я жене своей сделал предложение, и она согласилась, да? Первый раз она приехала уже почти 11 лет тому назад. Сейчас у нас уже с ней двое. Мальчик и девочка. Сейчас у нас уже с ней двое. Мальчик и девочка. Мальчику уже 7 лет. В этом году в школу пойдет. А девочке 5 лет. Своих собственных детей я еще ни разу не видел. Еще не приезжали. Еще не приезжали. А глянчик и девочка. А глянчик и девочка. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Свобода для меня — это, во-первых, внутренний мир. Игорь, я туда все подставил. У меня дочь рослая, но внук растет. С ними я виделся в последний раз в 95-м году. Вы понимаете, что это такое? Вот так. Вот, пожалуйста, вот моя дочь. Я с 95-го года ее не видел. Вот такая она у меня стала. Взрослая, замужем. А такая она была, я в последний раз ее видел. Маленькая. Это был 95-й год. Вот это вот мой внук у меня растет. Периодически пишет письма. Ну, сами понимаете, супруга столько лет дать не будет. А ребенок, ребенок, не при чем. Ребенок есть ребенок. Самое-самое главное, как бы, правило, попадая в такие условия, не опускать руки. Ну, иди сюда, иди сюда. Хорошо. Ну, иди сюда. КОНЕЦ 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 Выходим в страхую твою проверку! Выходим в страхую проверку! Выходим в страхую проверку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я за неделю узнал, что моя мама придет, ну... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ее не видел в 5 лет. День перед убийством, когда я поехал, она меня просила, чтобы я не пил, держался в руках, а я послушался ее и просто как бы напился и убил людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто не могу себе представить, как я уйду, но сяду и посмотрю ее в глаза и буду разговаривать. Смогу ли я вообще? Ну, и, может, это меня и пугает, потому что самое... Ну, единственное, вернее, что у меня в жизни есть, это просто мама, больше у меня никого вообще не существует. Ну, и в то же время, я думаю, все простила, но она меня не простила. И так... Как ты думаешь, сколько километров мы проехали? Ну, приблизительно около восьми тысяч километров. Четыре часа свидания и пройди такой путь восемь километров. Восемь тысяч километров. Расстояние не имеет значения. Когда я думаю о Максиме, то есть черты вот лица, вот телосложения его, как я его запомнила, как он выходил в последний раз из дома. Когда он выходил из дома, он обычно говорил, пока, мам. А тут он вышел из дома, и он мне сказал, ну, прощай. Я вот закрывала за ним дверь, у меня даже сначала, как бы, я вот это вот, почему прощай. Когда я узнала, какой вынесли приговор, не могла понять, как можно жить. Многие сочувствовали. А кто-то просто с издевкой говорил, смотрите, мать идет, зэка, убийца. Главное только сдерживаться, чтобы он не видел слез. Успокойся, все нормально. Потому что мы сейчас это легко. Он сейчас тоже весь нанервов. Пышки стоят. Похоже, уже подъехали. Я так думаю, что у меня больше не будет такой возможности поехать и вот специально, чтобы приехать и увидеть, потому что это все очень дорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА